В последние дни университет очень активно готовится к началу нового учебного года. Это связано как с подготовкой наших аудиторий, наших преподавателей, нашей инфраструктуры к началу учебного года в новом таком гибридном формате, когда процесс одновременно учебный будет вестись как для студентов, находящихся в аудитории, так и для наших иногородних, иностранных студентов в дистанционном. Пока в формате, до момента открытия границ, когда все наши студенты до конца смогут въехать и уже начать обучение очно в нашем кампусе. В то же время, одновременно с подготовкой к учебному процессу, у нас происходит заселение в общежитие. Это такой традиционный формат, когда с конца августа месяца и до конца первой половины сентября у нас происходит активное движение контингента. Внутри общежития, между общежитиями. Это связано как с переселением студентов наших из студгородка в деревню универсиада и из деревни универсиада в студгородок. Кроме того, у нас такие же движения происходят и в наших филиалах, в городах Елабуги, Набережной, Чулны. Все переселения связаны с теми решениями, которые принимаются нашими основными структурными подразделениями, нашими институтами, в частности их студенческими советами и жилищно-бытовыми комиссиями, которые при них работают. Эти комиссии основываются на достижениях наших студентов и нагородних, на их результаты учебного процесса, на результаты их участия в различных культурных мероприятиях. И определяют тех студентов, которые продолжают проживать в наших общежитиях или которые, к сожалению, из общежитий переселяются. Это обычная ситуация в целом для университетов России и мира, потому что ни один университет в мире и в России не может заселить 100% иностранных студентов. Стоит отметить, что многие университеты вообще не имеют собственных общежитий и, например, все студенты проживают где-то в хостелах либо на квартирах. Особенно это обычная практика для старших курсов. Если первый курс традиционный и всегда и полностью заселяется в общежитии, то курсы уже более опытные и выпускные, они обычно расселяются на квартирах, они самостоятельно осуществляют поиск жилья. При этом наш университет всегда помогает нашим студентам, даже тем, которые выходят за пределы нашего кампуса, расселяются в квартирах или в хостелах. И мы всегда оказываем поддержку и в части поиска места проживания, и в части постановки на миграционный учет. У нас в этом году тоже, как и обычно это происходило, были встречи с нашими студентами, и мы объясняли, почему часть студентов у нас остается в общежитиях, а часть выселяется. Вот одна из таких встреч у нас прошла вчера буквально в городе Набережной Челны. Там большую часть студентов составляют студенты, иногородних студентов составляют студенты из Туркменистана. И мы вместе с нашим уважаемым генеральным консулом Республики Туркменистан в городе Казани вчера выезжали и общались со студентами. И также объясняли им, почему часть студентов у нас остается в общежитиях, а части студентов, к сожалению, придется выселиться. При этом отметим, что в текущем году в городе Набережной Челны наложилось такие две ситуации. Это вот эта традиционная такая циркуляция студентов между общежитием и иными местами проживания. И ремонт. С одной стороны, это положительное явление, что мы ремонтируем наше общежитие, и студенты смогут в них вернуться уже в хорошие, нормативные, даже лучше, чем нормативные условия. Но, с другой стороны, это определенный промежуток времени, когда, к сожалению, из общежития нужно выселяться. И в связи с этим мы как раз и проводили эту встречу для того, чтобы объяснить студентам, с чем связано достаточно активное выселение студентов в этом году. И мы объяснили, что это достаточно краткосрочное явление. Уже после 25 сентября, когда ремонт в наших общежитиях будет проведен, большая часть наших студентов, которые обычно имеют право проживать в общежитиях, она будет заселена обратно уже в обновленные, совершенно замечательные бытовые условия. При этом, конечно, к сожалению, как я и сказал, части студентов придется искать другие места проживания. Но и здесь мы нашли общий язык с нашими уважаемыми и нагородними студентами. И мы пришли к пониманию, что это необходимо. И, с другой стороны, взяли на себя обязательства по их поддержке в части постановки на миграционный учет, даже в тех местах, где они будут проживать, на квартирах либо в хостелах. Кроме того, было принято решение о создании дополнительной такой согласительной комиссии, для того, чтобы она индивидуально принимала решение по отдельным случаям тех студентов, которые попадают в наиболее уязвимую ситуацию. Я хочу при этом отметить, что университет в текущем году в целом оказал достаточно большую поддержку нашим иногородним студентам. Она началась фактически с марта месяца. В апреле месяце была отменена оплата за проживание в наше общежитие, плата была перенесена на май месяц. Далее проходило несколько волн у нас поддержки студентов в части раздачи продуктовых наборов. Более 16 тысяч продуктовых наборов было определено и отправлено нашим студентам, причем они достаточно были такие питательные, скажем так. Они были и с мясом, и с иными продуктами. И также отмечу, что мы большую поддержку оказали нашим выпускникам в текущем году, которые фактически уже перестали быть нашими студентами в июле месяце. Тем не менее, срок проживания общежития был продлен до 31 августа. И мы далее продлили его до середины сентября месяца. То есть наши выпускники смогут продолжать проживать в наших общежитиях. Я бы сказал, что мы стараемся в целом оказывать поддержку и помощь нашим иностранным студентам. И постоянно держим на контроле их ситуацию вместе с нашими уважаемыми консульствами и национально-культурными автономиями, которые в том числе оказывают своим студентам достаточно активную поддержку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!